Итак, как правильно читать молитву? Есть много способов победы над судьбой. Например, просто служение в храме, просто кормить нищих, желательно рядом с храмом, просто ходить на службы. Это дает разный результат. Например, если человек кормит нищих рядом с храмом, то он побеждает в своей жизни то, что его сильно мучает. Например, он не женат и не замужем, пошел кормить нищих. Его сильно мучило, он не хочет, не может жить один. Пошел кормить нищих, а нищие чего хотят? Хотят кушать. Так как они получают свое, ты тоже получишь свое. Хоть это и не голод. Допустим, у тебя голод по личной жизни, получи личную жизнь. Но там надо как бы заработать столько, сколько ты накормил, столько и получишь, понимаете? То есть не то, что ты один раз покормил нищего там какого-то, и бац, тебе на всю жизнь жену дали, да? Все зависит от того, сколько ты сделал. То есть если ты кормишь и кормишь, и приходит время, все, получи и распишись. Вот тебе жена. Это не то, что ты получишь такую жену прямо, какую положено тебе, чтобы она тебя мучила, как положено получишь все. Ну как бы проблема-то в том, что некому мучить, понимаете? Человек страдает от этого. А тут как бы вот родной человек, он тебя будет мучить, как положено. Потому что это уже судьба, ты же ее не победил. Вот. Ну хороший человек. Бог дает только хороших людей. И вы будете меня спрашивать, Олег Геннадьевич, у меня хороший очень человек, только не пойму, почему он меня мучает. Я объясняю, потому что так положено, потому что мы что-то плохое делали в жизни, в прошлом. И как еще сделать так, чтобы нам это назад вернуть? Вот если меня будет мучить в автобусе какой-то чужой человек, да я вообще не среагирую. А если близкий, которого я верю, вот тогда я среагирую. Вот поэтому Бог и сделал близких людей, чтобы мы получали назад то, что заслужили. Больше не через кого. А самый дорогой мне человек, это мой ребенок. Значит, через него получишь самую дорогую судьбу. То, что даже через мужа не получишь, получишь через ребенка. Понимаете? Потому что чем что-то дороже тебе, тем сильнее судьба работает. Такая система. В Ведах описано, один царь, очень возвышенная личность. Он молился Богу, что Бог ему дал такого ребенка, от которого бы он получил столько счастья, сколько никто на этой земле не получал. Он именно хотел счастья от ребенка, и больше ничего. И один мудрец святой, он ему сказал, слушай, может тебе не надо такую молитву читать? Зачем тебе так много счастья от ребенка? Он говорит, нет, я хочу, у меня такое желание. Он говорит, ок. Этот великий мудрец. И благословил его. Потому что сам этот человек не мог добиться. Он молился, он попросил помощи этого мудреца. Он говорит, хорошо, но я тебе предупреждаю, что цель человеческой жизни, это не получать столько счастья от ребенка, поэтому потом тебе придется получить и страдания, чтобы был баланс. Тот говорит, да, да я на все согласен, дайте мне вот счастье от ребенка. У меня все есть, я царь, как бы у меня счастья от ребенка нет. Мне нужен такой ребенок, чтобы я получил максимум счастья. Все, давайте, короче, мне счастье. Хорошо, хорошо, как скажешь. И у него, он провел определенный ритуал, и у этого царя рождается сын. Да такой сын рождается, что у него было несколько царевин, что все царевны остальные не могут спать даже спокойно, потому что они так сильно завидуют этой царевне. И он души не чает в этом сыне, и проходит пять лет, он просто как во сне живет, столько счастья он получает, и наступает момент, когда царевны уже не выдерживают, те остальные, и отравляют этого ребенка насмерть. И царь в результате потом получает столько же страданий, сколько он счастья получил. И когда этот мудрец опять к нему приходит, он говорит, слушай, вообще зачем это все надо, как этот мир удивительно устроен. Неужели, он говорит, всегда так в жизни происходит, что если я хочу счастья от этого мира, я получаю столько же счастья, сколько страданий. И этот мудрец говорит, воистину ты прав. Если человек от этого мира хочет от чего-то много счастья, то он обязательно от этого получит, столько же и страданий. И тогда царь его спрашивает, а как же тогда жить в этом мире? И мудрец говорит, если ты хочешь счастливо жить, откажись от своего счастья. Начни служить Богу, служить другим, и тогда ты будешь бесконечно много счастья получать, но при этом никогда не будешь получать страдания. Но для этого ты должен шагнуть в пропасть. Этот шаг в пропасть, это и есть то, чего очень трудно сделать, труднодостижимая вещь. Например, жена тебя мучает, а ты ее прощай. Это шаг в пропасть. Ну как же так? Это несправедливость. Это и есть тот путь, который приносит счастье. Но ты скажешь, откуда мне взять силы? Некоторые люди мне говорят, Олег Геннадьевич, я все делаю как вы, но у меня сил на это нет. Я говорю, поэтому и Бог сказал, что сначала нужно к нему обратиться и ему служить, чтобы силы получить для всего остального. А потом уже живи счастливо в этом мире. Чтобы служить мужу так, как надо, нужны огромные силы. Потому что если ты ему служишь, и он истощает, как бы он гордится собой от этого, ты становишься униженной. А если ты его не служишь, а наоборот его воспитываешь, то он становится как тряпка. А ты становишься гордый. Или он воюет с тобой постоянно. Ну то есть, ну ничего не получается без Бога. Потому что когда человек богатым становится, и женщина наполняется чувством собственного достоинства, она становится сильной внутри себя. Она по-доброму может сказать мужу строго, и он услышит ее. Потому что она стала сильной. Или она может так служить ему, что он не загордится собой. Потому что он побоится загордиться рядом с таким человеком. Понимаете? Поэтому мы должны стать богатым, мы должны наполнены Богом быть. Но это наполнение идет через несколько способов. Оспор.